Привет! У меня на часах сейчас 4.33 по Киеву. Иногда просыпаешься и понимаешь, что тебя ждет важный день сегодня. И почему бы не начать его с размышлений о судьбе Родины? Ну, в нашем случае Украины. И понятно, сейчас все идет к тому, что в обозримом будущем пройдет встреча на головнормандского формата и наш новый президент Владимир Зеленский познакомится со своими визави вот в таком вот ключе. Ну, в первую очередь, конечно, я говорю о Путине и приедет туда и Макрон, и Меркель. Последние месяцы украинская дипломатия как раз работала над проведением этой встречи. Встреча в нормандском формате. Было принято решение политическое о разведении сил и средств в Петровском, в станице Луганской и Золотом. Сегодняшнее вопрос, если вы поддержите вы разведение войск, результаты видите на экране. 71 за, 29 против. Это свидетельство о том, что эта политика, которую мы сейчас начали, которую мы реализуем, она, в принципе, поддерживается. Мы помним, чем эти события сопровождались. У нас были акции «Нет капитуляции», у нас были прекрасные диалоги Зеленского с добровольцами. Мы все прекрасно помним фразу «Я не лох и мне 42 года». Молодой у нас президент и очень перспективный. И здесь, я говорю, без иронии. Так вот, накануне в Кремле тоже перестали морозиться. И пресс-секретарь Путина Песков сказал, что он видит позитивную динамику по ряду направлений подготовки нормандского формата. И, очевидно, эта встреча произойдет. Прорывной эта встреча не будет по той причине, что россияне требуют от нас пойти на шаги, которые для нас неприемлемы. И главное, Украина сама должна признать, что Россия якобы ни при чем к конфликту на Донбассе. Мол, люди в военной российской форме есть, а границу контролирует исключительно Россия, там российские флаги. А мы должны сказать, нет-нет, это наш внутренний конфликт. Я не знаю, почему такое внимание уделяется этой нормандской встрече, но даже вот, например, голос Суркова, который курирует оккупированный Донбасс в Кремле, я говорю об эксперте Алексея Чеснокове тоже. Вот он нам сообщает о том, что, скорее всего, саммит будет до конца года, но ожидать каких-либо прорывов, способных радикально изменить ситуацию, не стоит. Это говорит о том, что они тут прекрасно сознают, что Украина на капитуляцию не пойдет. Президент избран, избран состав парламента, они все вместе сформировали правительство. Все прекрасно, в армию поступают новые ракеты, экономика развивается, дороги строятся. И вот эти вот пораженческие настроения нужно срочно прекратить. И еще раз, для этого нет ни одной причины. А вести переговоры, конечно, нужно. Для этого мы и избрали новую властную команду. И в данном случае сложно не согласиться с главой МИД Украины. Каждый из наших президентов должен, за время пребывания при праве, попробовать найти общую мову не только с Путином, но и с всеми, с которыми нам нужно найти общую мову. Мы с вами усведомляем, особенно те, кто долго в этом бизнесе, как я, что нам не вряд ли вдастся досягти какого-то серьезного прогресса. Но, с другой стороны, мы не можем перед народом, выбираясь президенту сказать, знаете, я даже не буду пробовать, я знаю, что ничего не выйдет. Нет, нет, это каждый глава страны делает честную пробу, не то, чтобы договориться с ним, а найти какую-то возможность взаимодействовать. Действительно, попытка не пытка, и пусть пробуют, однако иллюзий испытывать не стоит. И людей, которые скептически не относятся к возможности договориться с Россией, ну очень и очень много, например, вот Виталий Денега. Вот, когда наступит тот момент, когда иллюзии, что до договоров с Путином у нынешней власти могут закончиться, и мы повернемся до балансирования дипломатического компонента и воинского. Возможно, это уже произошло не просто так, я упомянул о поступлении новых ракет на вооружение нашей украинской армии. В данном ключе я не могу пройти мимо публикации в Нью-Йорк Таймс, где они публиковали новость со слов Игоря Коломойского, да, украинского олигарха или бизнесмена, которого, ну, скажем так, связывают с действующей властной командой. Вот этот текст, называется он «Украинский миллиардер, который боролся с Россией, теперь готов ее обнять». И жалко, что здесь все-таки текст изложен в виде новости, а не в виде интервью, но, тем не менее, здесь уточняется, что Игорь Валерьевич в 2014 году потратил миллионы долларов для того, чтобы остановить российскую агрессию. И спасибо газете Нью-Йорк Таймс, что они здесь называют вещи своими именами и не придумывают каких-то пророссийских сепаратистов, о чем частенько любят сообщать ребята из других иностранных средств массовой информации. И, да, они здесь связывают слова Коломойского с тем, что не удается ему вернуть приватбанк. Здесь же информация о 13 тысячах погибших в результате российско-украинской войны. И приводится вот такая прекрасная цитата Коломойского. Но он тут говорит о том, что нужно улучшить отношения с Россией, потому что люди хотят мира, а Америка заставляет нас воевать и даже не дает нам денег на это. С Америкой разберемся, но, слушайте, сложно же не согласиться с Коломойским. Почему бы не улучшить отношения с Российской Федерацией? Я тоже считаю, что нужно жить в мире и добрососедстве со всеми, торговать с соседями, зарабатывать, создавать совместные предприятия. Я не знаю, в космос мы, конечно, уже не полетим, но как минимум прекратить войну. Но возникает вопрос, у нас так часто в Украине говорят слово «мир», но почему-то никто не хочет размышлять на тему, а хотят ли мира с другой стороны. А если хотят, то что они потребуют взамен. На самом-то деле все очень и очень просто. Базовое требование Российской Федерации к новой украинской власти, этой, следующей и еще раз следующей, простое. Признать правоту России. То есть признать, что в 2014 году действительно был референдум. Естественно, не надо вспоминать такие мелочи, о которых говорил Путин, что зеленые человечки пошли в военторг и купили там российскую военную форму. Да, просто надо сказать, что Россия права. Но, конечно же, это еще не все. Мы должны признать гражданскую войну. Мы должны признать гауляйтеров как партнеров по переговорам. Мы должны признать, что гауляйтеры, которых Кремль поставил на Донбассе, могут наложить вето на любое решение Киева. Ну, естественно, мы должны финансировать Донбасс, ну, что-то типа чеченского варианта. Мол, мы им платим за то, что они делают вид, что они часть нашей страны. Я говорю о политическом руководстве вот этих вот псевдо-республик. Но контроль за этой территорией будет сохранен за Российской Федерацией. Эта новость достаточно большая. Смотрите, сколько тут всего написано. Но думаю, что мы можем обратиться непосредственно к выжимкам, которые сделали наши коллеги из издания «Новое время». Интервью названо скандальным, а в заголовок вынесено «Россия нам нужна, а крови забудут». И да, если говорить там о российском рынке, о экономическом сотрудничестве, конечно, с этим сложно не согласиться. Но цена, и не надо забывать, чего хотят в России. И цена, на самом-то деле, но она тоже есть. Это мы. Потому что здесь, в РФ, они не скрывают, что хотят, чтобы Украина стала частью Российской Федерации. В том или ином смысле. Как это будет оформлено, можно обсуждать. Но суть именно в этом. И слушайте, вот Игорь Валерьевич говорит о том, что нужно как-то с ними помириться. Но если они нас поглотят, то у меня есть плохая новость. У нас уже не будет в Украине украинских олигархов. Давайте-ка вспомним, что произошло в Крыму и на Донбассе. Все украинские активы были отжиты. Все. Не только судостроительный завод у Петра Алексеевича, но и другие предприятия, которые принадлежали Ахметову. Ну и список там длинный. В том числе там есть, естественно, активы и Коломойского. Здесь он говорит о том, что нужно восстановить связи с Россией для экономического выживания. И, мол, через 5-10 лет о крови забудут. Вы знаете, эту историю напишут те, кто в конечном итоге победит. Если нас не станет как независимого государства, что будет? Примерно то, что происходит на оккупированных территориях. Они зачищают все украинское. И будут бороться с украинской национальной и политической идентичностью после расширения своих границ. Хотелки РФ безграничны. Естественно, они потребуют для того, чтобы Украина осудила действия своих защитников. Правильно? Но почему бы нам не судить своих офицеров и солдат? Ведь не просто так Следственный комитет России регулярно сообщает нам о новых и новых уголовных делах против наших военных. Мы же хотим мира. Правильно? Однако, если мы предаем свою армию, придется кормить чужую. И да, вот кто-то думает, что достаточно там убрать вопросы украинского языка и все наладится. Ничего подобного. Не просто так. В этом интервью Игорь Валерьевич вспоминает о Голодоморе. Ну, Россия страна с богатыми традициями, как подавить своих противников. Есть здесь такая фраза о том, что Америка заставляет нас воевать и даже не дает нам денег на это. Ну, знаете что? Конечно, можно всегда прекратить сопротивляться. Но, как бы там ни было, территориальные претензии к Украине и к ее существованию, то есть претензии к ее существованию выдвигают именно в РФ. Мы тут вспоминали про 2014 год, но вообще-то они почему-то называют часть нашей страны Новороссией. Но есть еще один момент. Если кто-то думает, что Новороссией можно, так сказать, отделаться, хотя, что я говорю, это бред, это половина нашей прекрасной страны, то дальше будут выдвинуты новые претензии. И Украина сопротивляется и воюет не за Америку, а за себя, за право называться независимым украинским государством и, естественно, находиться на политической карте мира. Это важно. Нравится мне этот пассаж об интеграции Украины на Запад. Игорь Валерьевич говорит о том, что ЕС и НАТО никогда нас не примут. Ну, знаете, сначала говорили, что не будет безвизового режима. Все зависит от нас. И вообще, что-то за противоставление на Россию, на ЕС и НАТО. Если мы даже не вступим в эти прекрасные организации, это не повод отказываться от себя. Здесь вот Коломойский говорит о том, что Россия хотела бы нам предложить новый Варшавский договор. Это прекрасная организация, так сказать, антипод НАТО. Было создано в 1955 году. И я напомню, место Украины в Варшавском договоре. Да, независимого украинского государства не было. Мы тогда назывались УССР. Еще мы тут узнаем, что Соединенные Штаты просто используют Украину, чтобы попытаться ослабить РФ. Война против России, война до последнего украинца. Вы знаете, это интересная, конечно же, мысль. Однако, тогда хочется сказать, ребята, в Белом доме совсем не дорабатывают. Потому что в результате того, что произошло в 2014 году, Россия стала только сильнее. Она захватила часть украинской территории. И позиционирование Кремля и Путина в мире абсолютно изменилось с тех пор. И еще раз, какие у нас есть варианты? Можно бороться, а можно сдаться. Да, и почему-то дальше приходят мысли о голодоморе. Еще здесь есть пассаж об МВФ. Мы тут выясняем, что якобы есть возможность заменить кредиты валютного фонда. Мы возьмем 100 миллиардов долларов у россиян. Я думаю, что они бы с удовольствием дали нам их сегодня. Какой самый быстрый способ решить проблемы и восстановить отношения? Только деньги. И здесь возникает опять тот же вопрос. А кто сказал, что русские хотят с нами восстанавливать отношения? Давайте-ка посмотрим на ситуацию, которая, ну, например, по поводу Стангольмского арбитража. Нам-то они должны всего лишь три ярда. Но что-то я не вижу, что Кремль спешит открыть свой кошелек. А по поводу 100 на миллиардов? Ну, во-первых, а кто сказал, что у них они в принципе есть для Украины? Вообще-то здесь идея другая, что мы должны платить России, как проигравшая сторона. Они так думают. Но я считаю, что никаких оснований для этого нет. Вот тут еще есть такая интересная штука по поводу скандала вокруг Зеленского и Трампа. Коломойский предлагает стать на одной из сторон и поддерживать непосредственно действующего президента. И не думать и не переживать, что, мол, могут выиграть демократы. Он здесь говорит, если демократы вздумают умничать с нами, ну, понятно, разговор о поддержке Украины двумя партиями США, и республиканцами, и демократами, мы сблизимся с Россией. Российские танки будут стоять возле Кракова и Варшавы. Ваш НАТО будет пачкать штаны и покупать памперсы. Вот здесь я категорически не согласен. Это у нас в Украине вот такие дебильные разговоры о мире. А многие наши соседи на эту ситуацию смотрят по-другому. А поляки прекрасно знают, что происходит, когда между ними и Россией нет Украины. Следующие они. И они к этому активно готовятся. Американцы продают в Польшу новые самолеты, последние, новые системы ПВО. По сути, польская армия становится одной из сильнейших в НАТО. И знаете, что они будут делать в случае попытки российских танков добраться до Варшавы? Они их будут сжигать беспощадно. И в этом сомнений ни у кого быть не должно. Кстати, как и то, что такая же участь будет ждать российские танки при попытке прорваться в свободную Украину. Тот, кто хочет, сможет с оригиналом этого интервью ознакомиться на сайте New York Times. Но как бы там ни было, если новая команда президента Зеленского попробует хоть что-то реализовать в части капитуляции, то, понятно, столкнется с гневом украинского народа. Действительно, многие, и это правильно, избирали Зеленского с надеждой, что он установит мир и договорится с Путиным. Но его не избирали для того, чтобы он сдал нашу страну российскому президенту. И с какого, собственно говоря, прекратить нужно вот эти вот пораженческие настроения. Мне кажется, мы откровенно разобрали заявление акционера агентства УНИАН. Но, с другой стороны, свободу слова у нас никто еще не отменял. Подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао!